всем большой привет сегодня снова речь пойдет об остатках различных кусочках вот такой допустим непонятной формы когда уже осталось совсем немножко и хочется как-то это упорядочить я вам покажу как я вот такие вот лоскуты подготавливаю к шитью и покажу один блок из которого получается очень красивые скраб квилты скраб это значит остатки крошки то есть вот разные остаточки наших тканей которые можно использовать и сшить из них красивое одеяло я вам покажу сначала как шить блок и в конце покажу свое одеяло которое я шила и примеры такого же блока и так давайте начинать все вот эти вот обрезки я обычно разрезаю на квадратики разной величины вот допустим здесь у меня квадраты 8 на 8 сантиметров и еще были вот такие 6 на 6 сантиметров вот они тут почему-то они смешались и храню их вот в таких zip пакетах и киевских удобно хранить здесь вот большие квадраты видите они у меня здесь разные 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 12 сантиметров вот такие тоже в другом пакете нарезанные по 10 сантиметров также можно нарезать еще на полосы чтобы использовать в других каких-то проектах и вот так вот складываю я их стопочки пакетик закрываю и можно хранить они не растеряются не будут мяться не будут комкаться а вот так вот аккуратно хранятся и сегодня я вам предлагаю использовать как раз вот такие вот квадраты 12 на 12 сантиметров и 6 на 6 сантиметров и главное что нужно нам сделать разделить обе стопки на темные или яркие и светлые ближе к однотонном то есть допустим вот такую ткань мы положим в стопку темным или ярким да еще сейчас найду попробую здесь слишком темных здесь у меня нет вот допустим вот такую ткань тоже можно сюда отнести а какие-то бледные вот допустим вот такую мы кладем к светлым тканям вот эти вот непонятные их тоже ну можно к светлым относить вот такую вот я бы тоже отнесла к светлым но вот именно в этом блоке лучше брать какие-то более нейтральные расцветки сейчас покажу еще вот такую можно в качестве светлой ткани вот такую и в качестве ярких любые яркие или темные оттенки и то же самое делаем с маленькими квадратиками нужно найти более такие светлые и однотонные вот такие подойдут какие тут еще есть вот такие вот такие оттенки могут быть любые главное чтобы они были бледненькие даже если вы берете какой-то зеленый вот допустим меня есть бледно-зеленый он тоже сюда подойдет и берем тоже яркие или темные оттенки вот такой красный вот у меня есть допустим вот такой ярко-зеленый тоже сюда подойдет в общем я думаю принцип понятен берем две светлых стопки и две стопки темных или ярких тканей так чтобы они были контрастны между собой мы сейчас будем сшивать так чтобы эти две ткани у нас не сливались между собой и так после того как мы выбрали вот эти квадраты у меня 12 на 12 сантиметров берем один светлый квадрат и один темный давайте я возьму так чтобы было прям наглядно видно складываем их лицом к лицу как обычно и проводим диагональ линию и шьем от нее в две стороны я уже миллион раз вам показывала эту операцию я думаю вы уже выучили что нужно делать провели диагональную линию сюда на 7 миллиметров прострочили и сюда на 7 миллиметров прострочили и из маленьких квадратиков нам нужно сложить шахматку вот такую вот так нет неправильно вот так два светлых и напротив два темных вот так таких нужно две пары сшить еще одно выложу два светлых и два темных или ярких их мы просто сшиваем между собой чтобы получился вот такой маленький блок 2 на 2 и так там где у нас были пары после сшивания двух квадратиков мы припуск заутюживаем на темную сторону и потом вот это место просто раскрываем и здесь получается вот так при утюживаем вот здесь этот я уже при утюжила при пуске получается идут вот так или против часовой стрелки или по часовой стрелки смотря как расположить квадраты эти два блока готовы теперь возьмем тот который мы строчили два раза по диагонали разрежем его по этой самой диагонали и раскроем заутюжим также на темную сторону ткань когда шьем одеяло или большое изделие конечно же лучше сразу заготовить все части вот допустим сначала сшить все большие квадраты сделать из них вот такие половинчатые и потом сшить все вот такие шахматки и когда мы будем сшивать уже блок мы сможем перемешивать вот такие допустим чтобы не повторялись в одном блоке два одинаковых мы можем положить один такой один такой ну и теперь сам блок можем выложить уголки темные идут вот сюда наружу а здесь к центру идут яркие вот таким образом у нас получается такая дорожка из квадратиков и два темных уголка теперь мы также сшиваем их между собой сначала попарно и потом эти ряды сшиваем в один блок вот он готовый блок напомню размеры больших квадратов у меня был 12 сантиметров размер маленьких квадратиков 6 сантиметров и в итоге получился у меня блок 19 на 19 сантиметров без учета припусков то есть в готовом виде будет блок 19 сантиметров и смотрите на первый взгляд он такой невзрачный тут такая какафония рисунков на всякие цветочки веточки все ребит пестрит но это обманчивое впечатление когда сошьем много много таких блоков и расположим их в зеркальном отображении вот так если добавить еще блоки то здесь получается уже ромбик и такие дорожки из квадратиков ярких плюс этого блока в том что можно практически не глядя сшивать не миксуя как-то там цвета не подбирая просто сшиваете все темные светлые и потом уже вот эти готовые блоки можно так разложить чтобы цвета не повторялись и получается классный эффект давайте я вам дальше покажу уже на фотографиях вот это процесс создания одеяла как видите здесь я уже сшила центральную часть из блоков и четко прослеживаются и темные ромбики и цепочки из маленьких квадратов и также использовала полосочки о которых я вам говорила в начале для того чтобы сделать кайму вот такое одеяло в итоге получилось я его подарила не могу сейчас вам показать его в живую но она мне очень нравится веселенькая и интересная и вот варианты из сети можно использовать также однотонную ткань как светлую так и темную в качестве фоновой но мне больше всего нравится использовать как раз таки все остатки чтобы все пошло в дело вот такой сегодня был блок надеюсь вам понравилось пока пока и до новых встреч